Всем привет! Сегодня я расскажу, как сделать сборку Windows 11, 10, 7, 8. В принципе, абсолютно не важно, какая Windows, делается это все абсолютно одинаково. Нам потребуется программа VMware Workstation, любая вообще версия. Пригодится еще программа Ultra ISO для того, чтобы превратить это все в ISO файл. А также флешка с программами и тому подобному, что будет в сборке вашей. Давайте приступим к созданию сборки. Нажимаем новую виртуальную машину, Typeical. Я установлю систему позже, выбираем. Здесь выбираем нашу систему, Next. Здесь желательно указать 50-60 гигабайт минимум. Теперь настраиваем нашу просто мощность. Я укажу 2 ядра 2 потока, 23H2, 11-ку. Нажимаем закрыть, финиш. Теперь снова Edit Virtual Machine. И добавляем сюда раздел на 20 гигабайт. Он нам пригодится для того, чтобы именно на него собирать InstallVim файл. Потому что во многих туториалах и в моем туториале, который я снимал буквально ровно год назад, я сохранял InstallVim на флешку и это было очень медленно. А вот товарищ мне посвятовал способ. Можно просто создавать другой жесткий диск. Теперь запускаем нашу виртуальную машину и устанавливаем систему. Мне потребуется обойти проверки, потому что я не добавлял никакие TPM. Абсолютно неважно какая у вас редакция, какая у вас версия Windows. Это реально делается все абсолютно одинаково. Ставим систему на 60 гигабайт. Нам нужно полностью вот так вот подготовить систему к установке и дойти до первоначальной настройки. Нам нужно будет в ней нажать комбинацию клавиш Ctrl-Shift-F3. В Windows 10 и 11 это надо нажимать в выборе региона. В Windows 8 начинается выбор цветов. А в Windows 7 там, где нужно указать имя учетной записи и название компьютера. В следующих роликах я покажу, как редактировать инсталлятор системы. То есть можно будет поменять вот этот вот текст. А также расскажу, как поменять обои. В году так 2015-14 люди там снимали туториалы на ютубе со всякими Microsoft IDK, которые давно уже закрылись. С GMagics, кстати, которые я вам крайне не советую, так как это очень доисторические такие программы. И собирать через GMagics можно только Windows 7 и Windows 8. Потому что если вы соберете Windows 10 или 11, у вас будут в прямом смысле поломанная корзина, UVP-приложение, в целом вся UVP-платформа. У вас не будут работать рабочие столы, параметры, там, настройки. Ничего почти работать не будет, потому что GMagics как таковой давно запрошен. И через эту программу я рекомендую разбирать только инсталлятор. Так как инсталлятор не менялся с 2007 года. Вот теперь перезагружаемся. Остается ждать, когда закончится подготовка системы. Вот мы попали в экран первоначальной настройки. Жмем комбинацию клавиш Ctrl-Shift-F3. И мы попадаем в режим аудита. В который мы как раз таки сможем поставить программы, поменять там по желанию обои, поменять звуки и все такое. В режиме аудита мы можем установить обновления, установить программы, поменять системные файлы и в целом все. Вот что бесполезно делать, так это откреплять значки на панели задач, откреплять значки в меню пуск, лезть в параметры тут, что-то менять, систему активировать. Это все бесполезно. Оно после установки сборки вообще не появится, не настроится и оно будет по стандарту. Теперь подключаем нашу подготовленную флешку. Вот у меня тут флешка с прошлой сборки. Вот у меня папка for win, тут у меня программки. Давайте-ка их установим. Программы можно ставить почти все, но я не советую ставить твики наподобие StartAllBack, Start11 и тому подобного, потому что они сломают проводник и он может вообще перестать работать. Также не советую устанавливать WinRAR, а по крайней мере не ставить галочку на использовать старое контекстное меню, потому что из этого у вас будет выдавать ошибку сборка. Давайте установим Firefox. Вот у нас браузер. Я не буду заморачиваться для того, чтобы показать пример, что вы можете сделать в сборке. Я просто вот накидал программулин здесь. Теперь 7zip поставим. А вот по поводу редистов, я рекомендую ставить только 2015 и 2022, потому что 2008 редист на Windows 11 ставить довольно-таки опасно. Он может иногда криво собраться, и это прям такое колесо фортуны. Поэтому я рекомендую просто оставить отдельную папочку. Вот давайте, например, вот инсталлятор 7zip. Я вам покажу, как оставить папочку на рабочем столе. Для этого включаем скрытые элементы. Вот просмотреть, отображать. И здесь скрытые элементы. Переходим в пользователи. Наша папка это сейчас администратор. Переходим в нее тоже. И переходим в папку Default рабочий стол. Вот, и здесь рабочий стол. Вот, Desktop. Здесь у нас уже ярлык Media Player Classic есть. Мы его вставляем сюда. Вот это все тоже перекидываем сюда. Вот это тоже. Вот. А теперь создаем папку там от Mark Adderley, например, как я раньше делал. И сюда как раз таки можно кинуть 7zip. Вот у нас 7zip. Вставляем его сюда. У нас Desktop от Mark Adderley. Иконочки, которые мы будем видеть. И в целом все. Но я рекомендую вообще после установки программ на первый раз просто взять и перезагрузиться. Вы можете не бояться этого делать. Берем, перезагружаемся. Это ни на что не повлияет. Я бы даже сказал, это наоборот лучше будет. Вот у нас запустилась система. Теперь для того, чтобы уже закончить с настройкой, установкой, жмем подготовка к использованию и завершение работы. Но перед этим убедитесь, что у вас вставлен ISO файл с установщиком винды, потому что он нам пригодится. А еще перед этим давайте-ка откроем управление дисками. Потому что мы создавали раздел на 20 гигабайт. Соглашаемся. Создаем том. Максимальное место. Вообще любую букву, потому что они вообще перемешаться вроде как должны. Вот мы создали раздел на 20 гигабайт. Он нам пригодится. Мы сюда сохраняем install.vim. Все. Когда мы закончили с установкой всех программ, заменой системных файлов там по желанию, звуков, обоев, выбираем вот эти параметры и нажимаем ОК. У нас через пару секунд появится окошко. Вот оно у нас появилось. Оно у нас будет завершать службы. У нас пропадет интернет, у нас пропадет звук. Уже пропал интернет и звук. Если у вас будет ошибка, я вам советую действительно посмотреть логи и посмотреть путь файла, который выводит эту ошибку. Это может быть как раз таки винрар. Это могут быть всякие твики. Поэтому я советую ставить какие-то спорные программы в папку, чтобы пользователь сам установил эту программу. Нам сейчас нужно будет запуститься снова в установщик, чтобы ввести пару команд и начать собирать нашу сборку. Вот у нас сейчас выключится виртуальная машина. Теперь запускаемся и жмем Escape. Нам нужно попасть в Boot Menu. Вот. Теперь грузимся с CD-ROM Drive. Если у вас стоит BIOS, то там тоже CD-ROM Drive. Оно почти никак не отличается. Вот мы запустились в инсталлятор. Теперь пишем Disk Part. LISWOW. Он у нас сейчас напишется. Вот. У нас диск с системой это C, а диск с файлом, который у нас будет, это D. То есть откуда C, куда D. Все. Теперь пишем exit. Нам уже это не надо. И пишем disem slash capture-image slash image файл двоеточие это вот куда. Это двоеточие D slash install.vim теперь capture-dir это у нас что? Это у нас C. Теперь slash name двоеточие Windows slash compress двоеточие Max. Все. Теперь у нас будет достаточно, возможно, долгий процесс. Он может занять как 10 минут, так и 40 минут. Все в зависимости от скорости вашего диска вообще. И нам нужно просто ждать, когда процентаж дойдет до 100%. Но он пока что у меня вообще не появился. Вот у нас идет сохранение образа, и нам нужно ждать, когда будет написано операция завершена. Вот спустя некоторое время мы видим, что у нас уже операция успешно завершена. Можем спокойно выключать виртуальную машину. Теперь заходим в Edit, выбираем наш второй диск и жмем на кнопку Map. Теперь выбираем 20 GB вот это вот и ок. Вот у нас наш InstallVim есть. Теперь нам желательно его, наверное, а у меня Drag & Drop сломался, поэтому Ctrl-C, Ctrl-V. Вот. Переносим наш InstallVim. Мы его фактически просто вытаскиваем из виртуальной машины. Теперь нажимаем Disconnect и Force Disconnect. Все. Наш InstallVim на рабочем столе. Вот он 5.48 весит. Нам остается зайти в UltraISO и для начала открыть оригинальный образ Windows 11 у меня, например. Переходим в Sources. Вот у нас InstallVim. Мы его отсюда удаляем и перетаскиваем наш собственный. Теперь сохраняем. Desktop. Просто пишу сборка и сохраняем. То есть, вот как вы видите, я запустился уже с образа, который я создал сам. Точно так же устанавливаем какие-либо системы. Жмем Далее. И просто ждем. Вот у нас уже закончилась анимация. Вот наша система с Macu-Twicker, Macu-Typer, программы MPCRC, Firefox, MVOC. Ну, Edge уже просто он сам по себе ставится, его никуда не деть. Папка от MarkAdrelief, который у нас инсталлятор 7-Zip. Давайте перейдем в ArpVis. Вот все программы, которые мы устанавливали в сборке. И, по сути, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Если я вам помог, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Желаю всем удачи и до скорой встречи.